Российские угрозы не оставят администрацию президента США Джо Байдена от поддержки Украине в виде поставки оружия. Об этом заявил председатель Госдепартамента США Нед Прайс. Давайте услышим. Если обвинение Кремля состоит в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают помощь в области безопасности на миллиарды долларов нашим украинским партнерам, именно тем, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют именно эту помощь в области безопасности чрезвычайно эффективно для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виноваты, как сказано. Ну, собственно, к чему мы это все говорим? А к тому, что Россия на этой неделе направила Соединенным Штатам Америки официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, чтобы поставки США и НАТО, самых чувствительных систем вооружений в Украину, и подливать масло в огонь конфликта и могут привести к непредсказуемым последствиям. Именно это говорит Российская Федерация. Она по факту, простым недипломатическим языком говоря, Российская Федерация против того, чтобы США или другие европейские страны помогали Украине обороняться от агрессии Российской Федерации. Дипломатический демарш произошел после того, как президент Байден одобрил резкое расширение спектра поставляемых Украине вооружений. Общий пакет составляет 800 миллионов долларов. Я напомню, что 13 апреля Министерство обороны США у себя в Твиттер предоставило новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. По списку 18 гаубиц с калибра 155 миллиметров и 40 тысяч боеприпасов к ним, 110 радаров для обнаружения артиллерийских снарядов, 2 радара противовоздушной разведки, 300 тактических ударных беспилотников, 500 ракет для противотанковых комплексов «Джевелин», 200 американских бронетранспортеров, 100 многоцелевых машин, 11 вертолетов, беспилотники, медицинское оборудование и так далее, и так далее. Список очень большой и очень нужный и существенный. Ну и за каденцию Байдена Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 2,2 миллиардов долларов, из которых 1,7 миллиарда долларов предоставлено после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину с 24 февраля. Такие данные сообщает Украинский милитарный центр. И с нами на связи уже Владимир Дубовик, это директор Центра международных исследований. Приветствую вас, Владимир. Добрый день, доброе утро. Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Ну что ж, давайте о позициях, о позициях США, России, Украины. Вот давайте не дипломатическим языком, а я люблю все говорить попросту, просто говоря. Российская Федерация против того, чтобы Украина оборонялась от ее же ракет. Но ведь это же бред. Но зачем это делает Россия? Ну это бред, но они играют в игру. С одной стороны, они наступают на наши позиции и совершают определенное зверство тут на оккупированных территориях. С другой стороны, для своего информационного пространства и для мира они пытаются сохранить ситуацию таким образом информационно, что как будто они не наступают. Это ограниченная операция. Большинство россиян до сих пор считает, что они ударяют только по военным объектам. Поэтому, как бы, ну вот наше благое дело, мы же просто наказываем такую страну, где там нацисты взорвались и у власти находятся, наносим удары по тем объектам, от которых исходит угроза для наших национальных интересов. Поэтому, конечно, броняться против таких замечательных правильных ракет, это было бы неправильно. Но, на самом деле, слава богу, на сей раз этот российский нарратив, он не доминирует совершенно, но в Европе, по крайней мере, на Западе доминирует украинский нарратив, проукраинский нарратив информационный. И благодаря этому есть очень серьезное давление со стороны населения простого в странах западных, чтобы помогать Украине, потому что они видят справедливую, оборонительную войну, с одной стороны, и захватническую, ничем не спровоцированную войну, с другой стороны. Они видят, что принципы, в которые они верят, демократии, прав людей, свобод, права государства выбора определенного своего будущего, здесь нарушается Россия, Украина за это борется. Из-за этих вещей население многих стран, простые люди, даже многих западных стран, они верят ярко, открыто, искренне в эти принципы. Поэтому для них поддержка Украины – это не просто вопрос геополитики, это не просто вопрос подрывать влияние России. Многие из них и не хотели этого подрывать, силу России. А это защита правого дела, в которое они верят. Если они этого сейчас не будут делать, то тогда через какие-то 5-10-20 лет люди будут спрашивать, а почему, когда Украина так требовалась, помощь наша, почему этой помощи не было? Ну и с Америкой то же самое, все-таки это лидер западного мира, и последние месяцы мы видим, что это американское лидерство вернулось, о котором многие говорили, что вот уже много лет их не видели, а теперь вот Вашингтон координирует всю эту жизнь. И это достаточно важно, и помощь массивная, как мы видим, мы ведь много долго жаловались на то, что видите, как Афганистан получал миллиарды, а мы получаем там по сотне миллионов. Все раз мы уже получаем миллиарды, к сожалению, просто в такой ситуации, когда они нужны были, может быть, нам раньше, но получаем и сейчас, получаем сейчас в этой поддержке. Причем это я только говорю о поддержке в сфере безопасности, а идет поддержка гуманитарная, идет поддержка экономическая, на поддержку экономики, на помощь мигрантам, нашим беженцам и тем, кто внутри перемещенные лица, которые покинули свои родные города и находятся на территории Украины в западных регионах. Тут американская поддержка и поддержка других стран, она довольно массированная, но с другой стороны урон для нашей экономики тоже, конечно, колоссальный. Поэтому тут вопрос такой, тут такая гонка, помогут ли деньги от наших западных союзников, партнеров нам выстоять или быстрее все-таки будет падать украинская экономика. Тут есть такое соревнование, что ли, по времени между этими двумя вещами. Ну а если посудить по непосредственно действиям США, Российской Федерации, Украины, что сейчас должно произойти, какой дипломатический взрыв может произойти между этими странами, чтобы ракеты перестали обстреливать российские, ракеты перестали обстреливать украинские мирные города? Ну никакого взрыва тут не будет. Тут будет просто продолжение борьбы. Ракет будет у них становиться чуть меньше, новых ракет им производить все сложнее из-за санкций. Ну не знаю точно как по ракетам, но мы видим информацию по танкам, например, что они не могут производить новые танки из-за того, что им не хватает каких-то запчастей, которые раньше получали за границей. Денег на это будет тоже меньше, потому что санкции потихонечку будут работать. Россия все-таки приближается к дефолту. Не так, как некоторые говорили. Я тогда еще удивлялся в самом начале войны, что вот подождите, день-другой, российская экономика развалится. Просто в момент. Я тогда еще думал, ну я не экономист, может я что-то не понимаю, но чего-то вдруг она развалится за один день. Нет, конечно, она не развалилась совсем. У них еще масса ресурсов. Тем не менее, она в все более сложный период в своем развитии будет входить по мере затягивания этой войны. Так что взрывного момента не будет. Ракеты будут лететь. Нам нужно получать те виды вооружений, которые будут сбивать больше этих ракет. Потому что сбивают эти ракеты. Вот, допустим, вчерашняя атака на Львов. Непонятно, какие цели в районе Львова. Четыре ракеты, они были сбиты. И на самом деле это очень важный момент. Чем больше будет таких новых систем противовоздушной обороны, которые помогают нам сбивать в том числе и российские ракеты, тем будет лучше. Мы постепенно накапливаем их все больше и больше. Но, конечно, мы наш запас тоже выстреливаем. Всякий раз, когда какой-то самолет или ракета или дрон находится над нашими городами, то приходится нам задействовать систему ПВО. И запасы здесь тоже не бесконечные у нас. Поэтому тут очень важно, чтобы страны, которые нас поддерживают, продолжали массивную нашу поддержку в этом смысле. И тогда эти ракеты не перестанут лететь против нас. Но, по крайней мере, мы будем лучше против них защищены. Что тоже уже будет очень важно. Если вспомнить буквально двухнедельную давность, когда мы слышали заявление от мировых лидеров касательно того, что они не хотят прямой конфронтации с Российской Федерацией, дабы избежать Третьей мировой войны, которая по факту практически неизбежна, как мне лично кажется. Сейчас мы видим обратное, что большинство стран, наоборот, начали принимать участие в поставках вооружения, нужного вооружения. Но все же полномасштабного вооружения, полномасштабной техники, которая нужна, по словам президента Украины Владимира Зеленского, пока что ее нет и в ближайшее время ее не будет. С чем это связано? Ну, почему она поступает? Я думаю, что она довольно масштабная. Нам не надо принижать масштабы и качество того оружия, которое мы получаем. Мы получаем его от огромного количества стран. Каждая дает, что может. Некоторые действуют более решительно, как, скажем, в Великой Британии или Чехии. Неожиданно вдруг обозначилось. Может быть, и ожиданно, но так или иначе, не все мы были к этому готовы, что она будет одним из лидеров в поставках вооружений. Идет понимание того, что и война изменилась, характер ее изменился. Теперь на Донбассе и в других регионах будут другие задачи для украинских вооруженных сил. И другую повестку дня будут иметь российские войска в этих военных действиях. Поэтому нужны другие виды вооружения. Они потихонечку начинают тоже поступать. Здесь проблема, скорее, вот это время. Потому что если не успеет поступить вооружение, Россия начнет это масштабное наступление в Донбассе, если она будет в состоянии, то это будет плохо. Если мы успеем получить необходимое вооружение, дальнобойную артиллерию, скажем, БТР и танки даже и так далее, до того, как Россия соберется силами на это наступление в Донбассе, это будет, естественно, для нас гораздо лучше и для них гораздо хуже. Здесь, опять же, как и в предыдущем вопросе, о котором я говорил, идет такая просто гонка со временем. Нам нужно все необходимо прямо сейчас или даже вчера, лучше сказать. Но мы получаем это сейчас, и все-таки у них есть определенные бюрократические проволочки, которым они тоже должны следовать. Это не то, что просто человек взял, достал из кармана и отдал нам вооружение. В любой стране, особенно в той, как Америка, нужно все это согласовывать между ведомствами, с Конгрессом и так далее. Каждый раз, когда президент дает помощь Украине, он должен уведомлять об этом, например, Конгресс и так далее. То есть здесь вот такие моменты нужно принимать во внимание. И так уже их красные линии продвигаются все время. То есть многие виды вооружения, которые сейчас даются Украине, еще несколько месяцев назад, это было бы абсолютно табу. Не-не-не, мы не будем, это спровоцирует Россию, это придет к эскавации напряжения и так далее. А сейчас они уже понимают, ну какая уж эта эскавация, если же ведется такая серьезная война на уничтожение, по сути, украинского государства, то нужно помогать. То есть на самом деле нам нужно быть терпеливыми, хотя бы в такой ситуации, в которой мы находимся, очень тяжело быть терпеливыми. Но, тем не менее, помощь идет. Она просто, может быть, идет не так быстро, как нам того бы хотелось. Владимир, я не просто так задал вопрос, именно сравнив заявления и действия мировых лидеров две недели назад и сегодня. И как раз не просто так соединил это вначале с нотой протеста от Российской Федерации в сторону США. То есть по факту США своими действиями, своей помощью Украине дает определенную ноту протеста Российской Федерации. Давайте перейдем непосредственно на такие, если можно так назвать, отношения США и Российской Федерации. Может ли это привести к какому-то более масштабному конфликту? Я имею в виду не просто словесная перепалка или перепалки между заявлениями представителями Министерства иностранных дел, Министерства обороны. Может ли это перейти во что-то большее? Как вы считаете? Вы знаете, если это не инсценирует Россия, то вряд ли. То есть по-прежнему, конечно, страны, которые нас поддерживают, понимают, что есть какие-то красные линии, поэтому они не хотят переходить эти линии. Но если Россия вдруг захочет нанести какой-то удар, скажем, по территории одной страны НАТО или по каким-то конвоям с оружием до Украины на территории НАТО, то, конечно, ситуацию изменит. Плюс, конечно, действительно изменит массовое, может быть, использование химического оружия или не говоря уже о ядерном оружии на территории Украины. Но это, опять же, не приведет к вхождению войны, к участию в войне на нашей стороне других стран. Это все-таки приведет к еще более жестким мерам против России, еще более жестким эмбарго, санкциям и так далее и тому подобному. Так что я думаю, что здесь неуклонно ситуация уже определилась. В том смысле, что тенденция ясна. Они поддерживают Украину, чем могут. Угрозы здесь со стороны России, всякие эти заявления, эти ноты, которые они направляют, они практически не замечены, по большому счету, в западных обществах. Если Россия считает, что ситуация для них дипломатически не отличается от той, которая была 24 февраля, то они очень ошибаются. Она очень отличается. Здесь Россия воспринимает как угрозу. Угрозу не только Украине, а угрозу миру, угрозу Европе, европейской безопасности. И, соответственно, страны действуют. И, соответственно, Швеции и Финляндии также не обращать никакого внимания не будут на российские угрозы и будут идти в ближайшие месяцы к членству в НАТО, например. Потому что они просто понимают, что иначе для них угроза со стороны России будет тоже реальной. Ну, а то, что российские войска увязли здесь в Украине и не могут выполнить задач в Украине, скажем так, то это лишь еще один сигнал для западных стран, что значит, они правильно действуют. Значит, они как бы немножко масштаб и силу агрессора российского они снижают благодаря своей поддержке Украины. И это значит, что угрозы для них непосредственно тоже снижают. Поэтому, когда сегодня потрясают воздух кулаками российские чиновники, то для западного мира это уже другая ситуация после почти двух месяцев войны против Украины. Они понимают, что есть слабые места. Россия не всесильна, Россия не всемогущая. И поэтому это их радует, они понимают, что они действуют в правильном направлении, поддерживая Украину, тем самым снижая уровень агрессии, уровень угрозы для себя сами их. Владимир, также мониторя российские СМИ, заявления из пропагандистских российских каналов, очень часто слышим такие месседжи, мол, это война не прямая Российской Федерации Украины, а это война между Россией и США, а Украина это, как знаете, такая третья страна, которая вообще даже рядом не стояла, и тут чисто там проводится какая-то малейшая спецоперация. То бишь мы видим в очередной раз шаблон. Как вы считаете, какая основная цель данного шаблона, и чем это все может в итоге закончиться, либо продолжаться, как оно может? Ну, смотрите, тут несколько моментов. Первый, конечно, для внутреннего информационного потребления, для российского населения нужно объяснить, что происходит, что тут не Украина враг, мы же, в общем-то, создаем Украину, выгоняем отсюда нацистов, все подобное. Это братский нам народ, или вообще говоря, просто часть нашего народа. Поэтому, конечно, мы не с Украиной воюем, а воюем вот с Западом, да, который использует Украину, который взял в заложники Украины, украинское правительство, это просто, ну, такая кукла в руках Запада и так далее. Это важно для них в этом смысле. Плюс, почему такая тяжелая война, в мере того, как будет война затягиваться, нужно объяснить, почему она затягивается. Неужели это Украина дает такой отпор, что нам нужно такие силы задействовать тут? Нет, нужно сказать, нет, мы же воюем со всем Западом, со всем НАТО, с Америкой, по Украине, да, поэтому она такая тяжелая, да. Это один момент. Второй момент важный в том, чтобы как-то вот активизировать пророссийские силы, которые немножко сейчас притихли, да, сейчас на Западе, но они есть среди крайне левых, среди крайне правых в разных странах западных, которые периодически говорят, ну, не надо нам так сильно Украину поддерживать, вот все равно она обречена, это сфера влияния России, напрасно вообще Зеленский и его окружение начали спорить и не пошли на условия России до этой войны, не было бы такой масштабной войны, но чего бы он не согласился с тем, что Украина не будет членом НАТО и какими-то там другими вещами по Донбассу, по Крыму, вот, согласился бы и все было бы полюбовно, и не надо было бы сегодня воевать никому, то есть есть такие голоса на Западе, они присутствуют как среди крайне правых, так и крайне левых, что не надо нам вмешиваться, не надо посылать эту помощь, это все наш военно-промышленный комплекс, конечно, нам выгодно продавать это оружие, передавать Украине, вместо того, чтобы оставаться в стороне и проводить политику такой миру, и не вмешательство, то есть сигнал Россия подает такими заявлениями и для этих сил на Западе, но сейчас дело в том, что эти силы на Западе, они в абсолютном маншестве, они не формируют консенсус, они не формируют, ну, такую вот повестку дня информационную в отношении этой войны для большинства западных стран, доминирует другая точка зрения, агрессия неприкрытая, ужасная, массивная, тотальная, и поэтому нужно поддерживать того, кто оказался жертвой этой агрессии. И также, Владимир, это переходя к следующим шаблонам, которые звучат периодически из российских медиа, существует шаблон, что НАТО это как прикрытие для США, и там, ну, очень много месседжей касательно НАТО, не буду их повторять, но, по вашему мнению, какую сейчас роль отыгрывает США в НАТО? США один из лидеров НАТО, но в любом случае это не диктатор НАТО, и они не в состоянии формировать решения и проводить решения через НАТО, которые они хотели бы проводить. Ну, например, многие годы разные администрации, начиная с Обамской, говорят, что европейские страны, многие должны увеличивать финансирование на оборону до определенного процента. Тем не менее, они этого не делали, многие из них, то есть тут американцы не всесильные. Какое-то количество лет назад давно уже американцы хотели, например, чтобы Македония, ну, ныне Северная Македония, вступила в НАТО. Одна страна, Греция, член НАТО, сказала, мы против. И на многие-многие годы процесс заблокировался, хотя Вашингтон на этом настаивал. Тот же самый Бухарестский с вами 2008 года. Администрация Буша говорит, мы должны сдать план действий по поводу членства для Украины. Другие страны блокируют, хотя Вашингтон очень настаивал НАТО. В итоге этот нехороший, конечно, компромисс был достигнут по поводу того, что да, когда-то в будущем Украина с Грузией станет членом НАТО, но вот только не сейчас. Что на самом деле довольно еще больше повода для России более агрессивно действовать в отношении наших стран. Так что Америка здесь не всесильна. Здесь есть определенное лидерство, здесь есть возможности формировать повестку дня. Но это не значит, что абсолютно все постойки смирно становятся, берут под козырек, выполняют все те указания, которые приходят из Вашингтона. Этот миф, он всегда был мифом, даже в годы Холодной войны, когда было больше единства в рамках Северо-Татрического Альянса. Ну и тем более, еще большим мифом он является сегодня. Спасибо, услышали ваше мнение. Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, был на прямой связи с нашей студией. В продолжении темы Россия через неоднозначную дипломатическую ноту в частном порядке оглашает ультиматум США. Однако позиция Америки на фоне таких писем остается неизменной. О главных заявлениях ведомств Соединенных Штатов Америки за неделю далее в нашем следующем сюжете. На двух листах А4, без перевода на английский, под заголовком «Об озадаченности России в связи с массовыми поставками вооружений киевскому режиму». Такую ноту получили в Вашингтоне на этой неделе. Журналисты The Washington Post изучили документ. Если коротко, в письме российская сторона призывает США остановить поставки оружия, особенно реактивных систем залпового огня, и не принуждать другие страны передавать Украине советское вооружение. За игнорирование пригрозили. «Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности». Из статьи The Washington Post. В гостепартаменте США на письмо отреагировали. Сам ультиматум оставили без комментариев. Заявили, что России не стоит удивляться поддержке Киева Вашингтоном. Об этом Штаты недвусмысленно заявляли еще задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину. «Россияне делают некоторые заявления при личном общении, а некоторые официально. Но ничто не убедит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали». Нед Прайс, представитель Государственного департамента США, из интервью CNN. «А в Пентагоне напомнили о том, что открыто жаждут победы Украины, и помощь вооружении будут продолжать». «Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим обеспечить Украину всем, чем можем, чтобы помочь ей защититься от этого неспровоцированного нападения со стороны Российской Федерации». Джон Кирби, спикер Пентагона, из брифинга. В Минобороны США также подтвердили, что российский крейсер «Москва» был потоплен двумя украинскими ракетами, а никак не пожаром, как об этом заявляли в РФ. Это еще раз подтверждает эффективность помощи вооружениям. Бывший глава Пентагона в интервью «Голосу Америки» заявил, именно из-за этой эффективности Россия снова вернулась к манипуляциям ядерными боеголовками. Вероятность использования ядерного оружия сейчас, сказал Роберт Гейтс, мала, чего не сказать об использовании химического оружия. «Ядерные подлодки России остаются в своих портах. Стратегические бомбардировщики не кружат над планетой. Мы не видим, чтобы передвигались мобильные ракетные комплексы» и так далее. На мой взгляд, это было заявление на публику. «Остается непонятным военная цель химической атаки. У нее, безусловно, есть стратегические последствия, но их перевесят последствия международные». Глава Министерства финансов США на Атлантическом совете напомнила и об усилении санкционного давления на путинскую Россию. «Хочу вас заверить, что до тех пор, пока Путин не прекратит свою гнусную войну, администрация Байдена будет работать с нашими партнерами с целью большей изоляции России в экономической и финансовой сфере. Кремль будет вынужден выбирать между поддержкой российской экономики или продолжением финансирования путинской жестокой войны». Сам президент США Джо Байден на неделе повторил свои слова о геноциде украинцев российскими солдатами. «Да, я назвал это геноцидом, поскольку все больше проясняется, что Путин просто пытается уничтожить саму мысль о том, что вообще можно быть украинцем». Также Байден 12 апреля встретился с премьер-министром Индии. Президент США попросил на рендум-моде пересмотреть вопрос покупки нефти у РФ. Правда, переговоры, считает СНН, не привели к успеху. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 16 апреля говорил с главой Объединенного комитета начальников штатов США генералом Марком Милли. «Я в очередной раз отметил актуальные потребности вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных способностей». Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, из Телеграм. Администрация Байдена с начала своей работы выделила Украине больше 2,5 миллиардов долларов оборонной помощи. Белый дом уже согласовал новый пакет на 800 миллионов долларов. В нем артиллерийские системы и снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. Также в The Washington Post написали. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма. Если это произойдет, РФ ждут еще более жесткие санкции.